друзья привет сейчас я вам открою тайну почему коты всегда чудесно выглядит потому что первое не пьют не курят много спят много едят не ходят на работу а главное много играют и наших котов вот этот режим поспали а потом поели поели а потом поспали их уже совершенно не устраивает конечно мы сейчас поесть и поспать очень любим 1 2 заправились под завязку третий заправку заканчивает будет пойдет и хочу искать ну нет ошибочка вышла но котятам ведь надо развиваться надо играть давайте сделаем котам игровой комплекс лабиринт пусть лазают сделаем лабиринт из картонных коробок ничего сложного на самом деле а а что если из этого сделать не лабиринт а домик а тут внутренний двор можно ну я вот видишь уже начал здесь развязать вот эти домик можно вообще просто из коробок таких вот сварганик это вся штука сделана из многих коробок мы сейчас входы здесь сделаем еле-еле значит мясо и к титьке пристроился ты же много съел мяса и все равно к титьке пристроился вот какие а самые шустрые давай мы на тебе испытаем спера самый шустрого вот у нас вот такой лабиринт получился сейчас мы в этот лабиринт запустим нашего кота и так вот вперед заходи да дверь закрыли дальше кот будет сам искать дальнейшее движение все коту непривычно первый раз потерялся потерялся не знаю что сзади прохода не делать дверь закрыта ничего ничего не пытается взломать хорошо покушали мясо и возле маминой титьки задремали вот все равно им что брат там старается вот как они просто возьмут в рот мамину титьку и засыпают пока братья спят главный испытатель работает заинтересовалась лабиринтом у нас маруся такой лабиринт и мышка тоже интересует походят пусть они разберется сам голова там не пролазит нет раз походит вон он видишь все вон он залазит залазит голова застряла они пока боятся в этом лабиринте два котенка осваивают один спит у нас вот еще один турист прибавился где-то и брат а мама прям все наблюдает так что друзья не беспокойтесь кому жалко как тут котята мягкоют все под строгим маминым контролем никто малышей не обидит маруся не позволит оказывается вкралась ошибка в расчетах стенки лабиринта оказались слишком низкими для таких лобких котят они уже вот это же лабиринт кто вам тут разрешал говорить они уже прошли лабиринт они тут наблюдают как брать ну да вот маленький сидит тут не знает куда пойти куда податься он все пытается решиться за это тоже вылезет не надо ему помогать поскольку под ноги не хочет он хочет вот здесь на коврике только кувыркаться и эти тоже были немножко побольше коридор не ходит стал котов воспитывать говорю вы помните я вам сказку про колобка читал помните что случилось колобком который убежал от бабушки и дедушки а его ведь съели а значит они мне в ответ ответили правильно и сделал хоть немножко погулял а если бы не убежал его бы сразу бы бабушка с дедушкой съели не вот в детстве такая мысль в голову не приходила что такое чтобы они через верху вылезти хочешь а он вылазит они уже не комфортно и они будут хотеть вылезть ничего не комфортно что не комфортно да подвозь его пусть посмотри сами вылезут вылезут вот видишь один уже сообразил что это одна соседнюю у нее кстати говоря тоже а это тут самый шустрый он не хочет соображать он хочет просто вылезти все они не будут залазить туда и назад они не будут залазить им там не нравится вот это пока не нравится ты знаешь что коты для них любимое дело это в коробке сидит сейчас они здесь все обоснуются ну вот они тут все освоят этот лабиринт и будут тут вон Мюша видишь раз Мюшку она хочет поймать Мюшку и Мюша помоги детям объясни им о видишь помогает нам заволновалась заволновалась я вам друзья тайну открою почему он так громко пищит мы тогда еще не знали он оказывается глухой самый крупный и самый красивый котенок оказался глухим впрочем как выяснилось это ему совершенно не мешает а этот вон как ловко раз пожалуйста выпрыгнул смотри смотри пошел 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 а мы тебя не будем выпускать ты сам сам вылез все да налазились ну ладно так кто у нас пошел в коридор в коридор не заходить не ходим не ходим не ходил не пошел пошел а в коридор это страшно в коридор это страшно у нас в конце коридора раздевалка одна и вторая а потом ремонтная мастерская там ясно что там интереснее вот когда-то кот Арти когда был маленький он всегда в этом цехе среди станков лазил я ему когда рассказываю что есть коты которые пылесосов боятся он просто смеется в голос интересно как бы они на токарный станок отреагировали котик у нас лазит по механическому цеху мне здесь очень нравится но здесь станки и оборудование и пыльно и конечно он везде залезет везде припачкается помощник конечно во всем лазит по всем станкам да Артюша помощник мать старается воспитывает котят а какой пример папа кот подает а их тоже все время тянет на поиски приключений лабиринт наши ребятни с каждым днем все больше и больше нравится осваиваются потихоньку сейчас я в середину чашку с едой поставлю посмотрим как вы найдете и доберетесь он им в вертикальном положении даже еще больше понравился но это в следующий раз до новых встреч друзья на разных полочках нравится вам тут сидели красота ты вообще молодец как ты так смеется разобраться высоко же он как высоко